Всем большой привет, дорогие мои зрители! Вы уже давно просили запечь утку, и сегодня в видео мы это сделаем. Здесь у меня утка весом 2 кг. Предварительно ее очень хорошо моем и просушиваем со всех сторон тоже очень тщательно и внутри бумажными полотенцами. Дальше я обрезаю верхнюю часть крылышек. Их можно использовать для бульона, а можно отдать своей любимой собачке. Я думаю, она будет в восторге. В задней части есть очень неприятно пахнущие железы, их обязательно нужно вырезать. Зачастую остается очень много мелких перышек, и их нужно удалить при помощи пинцета. Лишнюю растительность можно удалить при помощи вот такой вот горелки. Вы очень часто спрашиваете о такой газовой горелке, я постараюсь найти ссылку на нее и оставить ее в описании. Я люблю утку в классическом сочетании с кислыми яблоками. Так она мне кажется самой вкусной и при этом лучше всего раскрывается именно вкус утиного мяса. Из специй я использую исключительно черный перец, соль и чеснок. Мне кажется, что больше ничего не нужно добавлять, чтобы не забивало вкус именно утиного мяса. 5 зубчиков чеснока нужно измельчить любым удобным для вас способом. Я натираю на мелкой терке. Зубчики были крупные, вот сколько у меня получилось чесночной пасты. Можно просто пропустить через пресс. Добавляю к чесноку 2 чайные ложки с горкой соли и также много черного молотого перца. Теперь вот этой вот пастой хорошенько намазываем курочку, ой, уточку. Но главное, чтобы она у вас была хорошо просушена. Там внутри тоже побольше пасты этой всей ароматной. Также очень важно, чтобы у вас утка была не холодной, не с холодильника. Вот дайте ей прогреться до того, как вы ее поставите в духовку, таким образом она у вас намного быстрее приготовится. Вы не успеете ее пересушить. Она получится сочнее. Ну, короче, одни только плюсы. Накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться при комнатной температуре на 2-3 часа за это время. И утка у нас прогреется до комнатной температуры, и при комнатной температуре она лучше замаринуется, потому что чем больше температура, тем лучше проходят все физические процессы. Уточка у меня мариновалась 3 часа, и под действием соли выделилась еще влага, я ее промакиваю бумажными полотенцами, потому что уточка у нас должна запекаться, и вся лишняя влага будет способствовать тому, что она у нас будет вариться, но не запекаться. Утку внутри я не фарширую полностью, потому что туда должен попадать теплый воздух, и так она будет именно запекаться. Когда вы полностью туда напихиваете яблок, то в итоге они пускают очень много сока, и курица, то есть уточка, начинает вариться, что тоже, в принципе, не очень хорошо, поэтому я для запаха кладу туда только две четвертинки, то есть половинку яблока, связываем ей ноги, чтобы она выглядела более эстетично, но в принципе этого можно и не делать, тогда горячий воздух будет лучше циркулировать внутри. Теперь берем кислые яблоки, у меня это сорт семеренька, и вырезаем с них серединку. Если у вас есть специальное приспособление, которое можно вырезать сердцевинку из целого яблока, то вообще отлично. Уточку перекладываем в руках и выкладываем яблоки. Если уточка у вас молодая, весом около двух килограмм, то запекаем ее в рукаве час-тридцать, час-сорок, не нужно ее передерживать, не нужно ее пересушивать. Запекаем при температуре 180 градусов на уровне чуть ниже среднего, и не забудьте проткнуть рукав. Я запекаю в режиме верхний и нижний нагрев. Прошло полтора часа, уточка уже, поверьте, полностью пропеклась, и теперь нам нужно ее подрумянуть. Для этого очень аккуратно раскрываем рукав, потому что там много горячего пара внутри, чтобы вы ни в коем случае не обожглись. Вот посмотрите, какая она маленькая. 2 килограмма, а она совсем малышка. Теперь вот этот жир и яблочный сок, которые у нас образовались на дне, используем как на маску сверху. Промазываем хорошенько уточку со всех сторон и отправляем в духовку, но теперь уже на уровень выше среднего, чтобы хорошо подрумянить уточку. Запекаем приблизительно 15 минут, смотрим, чтобы уточка подрумянилась. За это время можно еще раз, пару раз достать и смазать вот этим яблочным соком с жиром. Вот так я красиво украсила утку, поверьте, она пахнет просто не передать словами. Те яблоки, которые запекались с уткой, конечно, уже потеряли свою форму, но они дали очень много аромата ей. Поэтому, когда я уже подрумянивала уточку, то я запекла четвертинки яблочек специально для презентации. Буквально 15 минут им хватило, чтобы полностью пропеться. Давайте разрежем, посмотрим, какая она внутри. Понятное дело, что она у нас полностью приготовилась. Мясо такое нежное-нежное. Ну и вот тут, конечно, маловато, сразу идут ребрышки. Вот посмотрите, боже, я думаю, вы чувствуете, как это вкусно. И попробую. Ням-ням-ням тает во рту. Я просто очень сильно люблю именно утку с яблоками. Это вечная классика. Очень вкусно. Готовьте, вы точно не прогадаете, потому что всем нравится именно утка с яблоками, потому что это всем нам привычно и всегда очень вкусно. Я же с вами прощаюсь. Всем пока! До новых вкусных рецептов!